Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Навина. И сегодня мы будем читать 16 главу этой книги. В ней рассказывается о следующем. «Южная граница земель, доставшиеся племени Монасия и Ефрема, земли, принадлежащие племени Ефрему». И мы читаем с первого стиха и ниже. «Потом выпал жребий сынам Иосифа. От Иордана подли Иерихона, у вод Иерихонских, на восток пустыня, простирающаяся от Иерихона, горе Вифильской. От Вифиля идет предел Клузу и переходит к пределу Архи до Атарофа. И спускается к морю, к пределу Иафлета, до предела Нижнего Беф-Арона и до Газера. И оканчивается у моря. Это получили в удел сыны Иосифа, Монасия и Ефрем». Иосиф сподобился как бы двойному благословению. И он является родоначальником, получается, двух колен. И Монасия, и Ефрема. И это, скорее всего, связано с его заслугами. Он был и Божьим пророком, он был и спасителем своего семейства, когда во время голода в земле Ханаанской он переселил свое семейство в Египет и обеспечил их там всем необходимым. Далее. Земли, принадлежащие племени Ефремову. Предел земли сынов Ефремовых по племенам их был сей. От востока пределом удела их был Атаров, Адар, до Беф-Арона, Верхнего и Газары. Потом идет предел к морю, северную стороною, Михме-Фафа и поворачивается к восточной стороне Фаанав-Силома. И проходит его с восточной стороны Иоанноха. От Иоанноха, нисходя к Атарову и на Арафу, примыкает к Ирихону и доходит до Иордана. От Тапуаха идет предел к морю, к потоку Каны и оканчивается море. Вот удел колена сынов Ефремовых по племенам их. В данном случае по племенам их – это по семействам их. И города отделены сынам Ефремовых, Ефремовым в удел сынов Монасиных, все города селами их. Но ефремляне не изгнали хананеев, живших в Газере, посему хананеи жили среди ефремлян, до сего дня платя им дань. Человек не должен соглашаться со своими смертными грехами. А здесь они как бы ужилися с ними. Ведь семь народов Ханаана, которых надо было изгнать, они символизируют собой смертные грехи. А здесь ефремляне, они как бы доход получали, им платили дань. То есть какая-то прибыльность была от такого типа греховности. А это опасно. Наконец пришел фараон царь египетский и взял город, и сжег его огнем. И хананеев, и фаризеев, и жителей Газера, то есть наказание не замедлило, перебил и отдал его фараон в приданной дочери своей. То есть рано или поздно соглашательство с дьяволом приводит к гибели от дьявола. Потому что фараон – это символ дьявола в Писании. И здесь мы видим, хотя сначала ефремляне получали доход от Газера, а потом все это было уничтожено. И часть этих людей, которые были в этих городах. Эта глава, она небольшая, мы ее целиком прочитали. Здесь всего 10 стихов. И если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 17 главу книги Иисуса Новина. «Берегите себя, спаси Христос». «Берегите себя, спаси Христос».